здравствуйте сегодня я покажу вам как вязать вот такую хрустальную я бы сказала снежинку вяжется снежинка довольно быстро и просто поскольку много воздушных петелек и ряды повторяются я буду вязать снежинку вот из таких ниток нитки номер 10 и крючком 195 если вы свяжете эту снежинку из более тонких ниток например риса она будет еще более нежная и изящная высота моей снежинки около 20 сантиметров начинаем вязание со скользящей петли для этого берем кончик нитки вот таким образом как бы наискосок обматываем два пальца и потом ведем нитку вот таким образом вводим крючок подхватываем вторую ниточку протягиваем под первую захватываем ее и делаем первую петельку теперь пальчики можно вынуть и вяжем 3 воздушные петли столбик с двумя накидами и столбик с тремя накидами первые 3 воздушные петли у нас заменяют столбик с накидом потом идет столбик с двумя накидом столбик с тремя накидами теперь вяжем 3 воздушные петли и идем в обратном порядке столбик с тремя с двумя и с одним накидом и так столбик с тремя накидами столбик с двумя накидами и столбик с одним накидом пока все это кажется неровно не переживайте потом все это выпрямиться теперь мы продолжаем вязать зеркальном порядке вот в серединке этой комбинации у нас столбик с одним накидом теперь нам нужно связать столбик с двумя накидами и столбик с тремя накидами 3 после столбика с тремя накидами всегда делаем 3 воздушные петли 1 2 3 и теперь мы повторяем вот этот рисунок вот этот рисунок еще пять раз вернее четыре раза потому что последняя у нас уже часть этой комбинации была связана и так я покажу еще один раз после трех воздушных петель мы делаем 3 столбик с тремя накидами столбик с двумя накидами и столбик с одним накидом после столбика с одним накидом снова идем как бы на увеличение столбик с двумя накидами и столбик с тремя накидами повторяем все это еще раз такую комбинацию после трех воздушных петель вяжем три раза и так у меня образовалась 5 вот таких арочек из трех воздушных петель 1 2 3 4 5 вот это будет 6 и поскольку здесь у нас уже есть серединка вот этой комбинации три столбика нам осталось связать два столбика столбик с тремя накидами 1 столбик с тремя накидами а вот столбик с одним накидом эти три воздушные петельки у нас уже есть поэтому мы вводим крючок в третью из этих петелек и делаем соединительную петельку вот таким образом у нас получилось эту скользящую петлю мы затянем немножко но не сильно оставьте небольшое отверстие смотреться все это будет готовом виде вот таким образом видите небольшое отверстие здесь есть для следующего ряда набираем 6 воздушных петелек 3 4 5 6 теперь начинаем вязать вот под эти арочки из трех воздушных петель столбик с накидом столбик с двумя накидами столбик с тремя накидами и далее снова 3 воздушные петли идем в обратном порядке так же как мы делали в первом ряду 3 столбика прошу прощения столбик с тремя накидами столбик с двумя накидами и столбик с одним накидом вот у нас получилась такая же комбинация как и здесь теперь вяжем 3 воздушные петли вяжем столбик с накидом над средним из этих столбиков то есть на столбиком с накидом предыдущего ряда столбик с накидом делать его довольно таки слабеньким чтобы он потом не стягивал вязание и продолжаем таким же образом вот это у нас как бы столбик с накидом а дальше у нас идут 3 воздушные петли вот эта комбинация 3 воздушные петли я покажу еще раз 3 воздушные петли столбик с накидом столбик с двумя накидами столбик с 1 накидом столбик с 1 накидом столбик с 2 накидами столбик с одним накидом 3 воздушные петли столбик с накидом не затягивая вот сюда над столбиком с накидом и продолжаем таким образом до конца рядом с и ряда связали мы вот эту группу из 5 и 6 столбика вяжем 3 воздушные петли и вот здесь у нас начали было 6 1 из них первые 3 заменяют нас как бы столбик с накидом поэтому мы вводим в третью воздушную петлю крючок и вяжем соединительную петельку 2 ряд готов третий ряд практически такой же только увеличивается количество воздушных петелек вот здесь соединяющих эти столбики мы вяжем вначале не 6 а 8 воздушных петелек 4 5 6 7 8 а дальше продолжаем также столбик с накидом подарку столбик с двумя накидами по ту же арку столбик с тремя накидами 3 воздушные петли в обратном порядке столбик с тремя накидами столбик с тремя накидами и столбик с одним накидом и теперь вместо 3 воздушных петелек мы будем вязать 5 раз два три 4 5 опять же вяжем не сильно затягиваем нитки над столбиком с накидом мы вяжем столбик с накидом снова 5 воздушных петель и все повторяется в конце ряда опять же вяжем 5 воздушных петелек и вводим соединение вводим крючок и вяжем соединительный столбик в третью из этих воздушных из восьми которые мы вязали в самом начале ряда третий ряд готов четвертый ряд тоже будет повторяться как видно здесь только вместо пяти у нас будет 7 воздушных петелек между этими элементами узора поэтому начинаем с 10 воздушных петель первые три заменяют столбик с накидом и так 3 1 2 3 4 5 6 7 всего 10 и теперь повторяем ту же самую группу из столбик с одним накидом с двумя из тремя 3 воздушных петелек и тех же самых столбиков в обратном порядке 1 2 3 теперь три воздушные столбик с тремя накидами вернее столбик с двумя накидами и столбик с одним накидом вяжем 7 воздушных петелек столбик с накидом над столбиком с накидом и продолжаем таким же образом до конца ряда в конце ряда вновь вяжем 7 петель рисунка вводим крючок в третью воздушную петельку вяжем соединительный столбик четвертый ряд готов пятый и последний ряд будет вязаться практически также но отличается тем что вместо трех воздушных петелек у нас здесь в основном рисунке появится небольшое пико и вяжем такой большой пико между основными узорами рисунка начинаем с 10 воздушных петель 3 4 5 6 7 8 9 10 теперь по 3 воздушные петли мы вяжем начало нашего обычного узора то есть группу из столбика с накидом столбика с двумя накидами и столбика с тремя накидами теперь для вот такой вот для такого небольшого пико мы вяжем 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 теперь в третью петлю от крючка вот она мне 3 петли от крючка вяжем столбик с накидом он и образует у нас это пико небольшое утолщение и теперь вяжем еще две воздушные петли теперь продолжаем эту нашу вязать эту нашу группу начинаем со столбика с тремя накидами и столбик с одним накидом у здесь вот разделяющие основные элементы рисунка раз два три 4 5 6 7 а вот над столбиком с накидом мы теперь вяжем столбик с накидом столбик с двумя накидами то есть основная идея повторяется столбик с тремя накидами вяжем 3 воздушные петли и соединительный столбик верхушку вот этого столбика с тремя накидами вот она эта верхушка я ввожу крючок по 2 петельки и делаю соединительный столбик получилось здесь тоже маленькая пику вот она здесь на снежинке и теперь продолжаем наш обычный узор вяжем столбик с тремя накидами в это же самое место столбик с двумя накидами в ту же самую точку и столбик с одним накидом далее продолжаем по той же самой схеме я покажу еще один раз а 7 воздушных петель столбик с накидом под цепочку из 3 воздушных петель столбик с двумя накидами столбик с тремя накидами 5 воздушных петелек для пико делаем накид вводим крючок в третью от крючка петельку вяжем столбик с накидом 2 воздушные петли столбик с тремя накидами столбик с тремя накидами столбик с одним накидом у нас образовалась такая группа теперь вяжем 7 воздушных петелек все над столбиком с накидом столбик с накидом столбик с двумя накидами в ту же точку столбик с тремя накидами сюда же для пико вяжем 3 воздушные петли соединительный столбик верхушку и столбика с тремя накидами теперь в обратном порядке столбик с тремя накидами с двумя и с одним и вот этот рисунок нам нужно повторить еще четыре раза в конце ряда после того как связали 7 воздушных петелек мы вяжем столбик с накидом в то место откуда у нас начинался этот ряд откуда мы начинали вот эти 10 воздушных петелек и так столбик с накидом столбик с двумя накидами сюда же и столбик с тремя накидами как обычно в этом ряду вяжем 3 воздушные петли вводим крючок верхушку по 2 ниточки столбика с тремя накидами протягиваем нитку вяжем столбик с тремя накидами все в то же самое место вяжем столбик с двумя накидами и поскольку вот эти три воздушные петли у нас заменяли первый столбик с накидом мы вводим петельку в 1 2 3 столбик и вводим и вяжем соединительную петельку все снежинка готова и сейчас самое важное снежинку надо как следует накрахмалить чтобы она была такая жесткая чтобы все эти столбики с накидом были абсолютно прямыми линиями для этого делаем довольно крепкий крахмальный раствор погружаем снежинку туда держим несколько минут и хорошо растягиваем я сушу снежинки так на листе картона и на хватит бумажной ткани их растягивая и стратегических местах обязательно нужно все это закрепить булавочками используя булавки которые не ржавеют после того как снежинка высохла ее надо хорошо прогладить тоже через ткань и можно сделать петельку если вы хотите ее куда-то подвесить можно просто пропустить ту же самую ниточку через один из уголков и связать небольшой узелок а можно было в процессе вязания уже сделать эту петельку то есть когда вы дойдете вот одного из лучиков снежинки можно просто продолжить вязание связать еще 30-40 воздушных петелек и дальше продолжать по рисунку таким образом петелька уже будет вязана я надеюсь вам понравилось видео заходите на канал будет еще много интересных проектов